Куча гравия и строительный мусор перед домом. Сотрудники Инбекшинского районного акимата и участковые вышли в рейд по нарушению правил благоустройства города. Так один из жителей Шимкента выбросил за ворота кучу гравия, который засыпал ирригационные лотки. В случае дождя вода здесь не пройдет. Это грубое нарушение правил. Вот только владельца кучи дома не оказалось. Они строятся. Вот у него работали там ребята, не проживают, он только строится. Рейд провели по главным улицам города. Таукихана, Туркестанская, Бекетбатыра. Еще у одного жителя города перед домом сотрудники мониторинговой группы обнаружили мешки со строительным мусором. Хозяин дома рейдовой группе оказался не очень рад. Мужчане разъяснили, что строительный мусор сотрудники компании по уборке мусора не забирают. И вынесли предупреждение. Тех, кто загрязняет городские улицы, с первого раза не штрафуют. Если же нарушители не прислушиваются к предупреждению, их ждет штраф в 20 мрп. Это чуть больше 60 тысяч тенге. Субъекты малого предпринимательства или некоммерческие организации заплатят чуть больше. Средние предприятия оштрафуют на 122 тысячи тенге. Строительный мусор, когда, допустим, ремонтируется квартира и все прочее, вывозится на полигон. Но проблема в том, что заказывать машину – это дорого. Поэтому все пытаются вынести к контейнерной площадке ночью, выбросить, чтобы, как понимаете, не платить за машину. Борются рейдовые группы и с горожанами, которые иногда не доносят твердобытовые отходы до мусорных контейнеров. Чаще, по словам специалистов, так делают дети. Но нередко и взрослые выбрасывают мусорные мешки на полпути. Ворны – на тротуаре возле домов. Поэтому важно помнить, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.